Друзья, давайте сделаем так. Голос у меня уже восстанавливается, я уже себе точки нажимаю, вот так делаю. Да, уже могу, видите, энергичнее разговаривать. Послушайте, тут очень важная вещь. Вот перед тем, как я дам в Ютубе для вас этот ролик замечательный, как Лариса, наш психолог, восстанавливала утраченные рефлексы у очень сложного, больного. Прежде-прежде, я вот это сейчас записываю, вот для чего. Очень много людей, которые больные, потом начнут мне звонить, писать и так далее. Давайте я для них сделаю группу отдельную, и ВКонтакте, и в Фейсбуке. Отдельную группу, именно для больных. И там же будут больные и со страхами. Потому что, когда мы проводим какой-то ликбез, или проводим какой-то вебинар по какой-то теме, например, развитие творческих качеств и способностей, развитие изобретательского мышления, науку человечности развиваем. А там как раз-таки и начинают попадать эти вопросы, и они отвлекают от основной темы внимания. И тогда опять мы превращаемся не в школу человека будущего, а в реабилитационную школу, восстановительную. А поскольку у меня есть такой контент, который для тех, кто со страхами, очень мощный контент, я там расскажу, как я сам это пережил, как я сам избавился, и поэтому могу других научить. И как врач, я там несколько советов дам. Это будет закрытая группа. И это я вам потом дам ссылку туда. Хорошо. А сейчас мы занимаемся наукой человечности, занимаемся развитием для того, чтобы этих больных было меньше, чтобы люди не болели. Вот для чего. Поэтому мы их в отдельную группу, и там подробненько будем работать. Это будет закрытая группа. А сейчас ждите ролик с Ларисой. Это потрясающе, я вам обещаю.